Погода накануне разгулялась не на шутку. Минувшей ночью буря повалила более 50 деревьев, повредила 9 автомобилей и 2 жилых дома. Из-за разгула стихии периодически нарушалось электроснабжение. Под раздачу попали 428 населенных пунктов, 51 хозпостройка и более 1400 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады устраняют неполадки. Никто не пострадал. В ближайшие дни установится погода, связанная с дождем и грозами. Эксперты советуют на выходных не прогуливаться на возвышенностях. Если небо засверкает, не прятаться под деревьями и не забывать выключать мобильный телефон. Ливень затопил столицу Корсики. За час на город выпала двухмесячная норма осадков. Дороги превратились в реки. Люди передвигаются на мусорных баках. Спасатели эвакуировали пострадавших из автомобилей, которые встали на трассах. Аризона же напротив полыхает. Там сильнейший пожар уже уничтожил более 2500 гектаров леса. Ситуация угрожает более тысячи домам. Для отушения задействованы вертолеты. Пожарные службы переведены в режим повышенной готовности. Выходной в Беларуси станет прохладнее. Аномальное тепло сменит освежающий антициклон «Томас». Установится июньский температурный режим. Завтра в Бобруйске небо затянет облаками, но дождей не ожидается. Ветер поднимется до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 24. Ночью 16-18 со знаком «плюс». Кристина Риенс, Максим Глеонко, Бобруйск-360.